От создания шедевра до признания прошел не один месяц. Еще в начале января вертеп Кирилла Копнина пришелся по душе жюри конкурса «Рождественский вернисаж». Пещера и в ней были животные, сама мать Христоса воскреса и пащик, который пас этих животных. Я делаю вместе с мамой. Совместные старания не остались незамеченными. Кирилл получил специальный приз от главы города. Всего дополнительными подарками Андрей Гаранин отметил пять работ. По одной в каждой номинации. Видно, что конкурсы подошли реально с душой. Где-то помогали родители, где-то делали целиком полностью сами. Везде есть очень глубокий смысл, очень глубокая задумка. Еще раз всех поздравляю с прошедшим праздником Рождества Христова. И желаю всем мира на так и благополучии. Юбилейный 10-й «Рождественский вернисаж» собрал рекордное количество участников. Впервые за историю конкурса поступило почти 500 работ. В лидерах по количеству – ученики 1-й и 7-й школы и воспитанники «Светлячка» и «Солнышка». Сердечно благодарю каждого из вас за великолепные работы, за вашу отзывчивость и активное участие. Благодарю взрослых, пап, мам, педагогов и воспитателей за то, что вы даете нашим деткам возможность расти и раскрываться в духовном творчестве. Ребята создавали работы в двух направлениях – изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. Лучших наградили в каждой возрастной группе, а также среди коллективных и семейных работ. Там нарисован ангел, который держит три свечи. На голове ангела – венок. Я решила нарисовать три свечи, потому что так будет смотреться более красивее, чем две. Это праздник, к которому належают елки. Рождение Иисуса Христа. А вместе с кем ты ее делал? Вместе со своим братом младшим и со своей младшей сестрой. Расскажи, сколько времени у вас заняло сделать работу? Ну, работа где-то всего за него три дня. Не только семейный, но и многонациональный. Треть участников рождественского вернисажа исповедует другую религию. Хороший у нас конкурс работ «Рождественский вернисаж». И мы видим, что с каждым годом число работ увеличивается. Я считаю, что мы идем в правильном направлении, ведь через такие конкурсы действительно можно понимать, что все мы в нашей стране едины. И вне зависимости от вероисповедания национальности, все мы россияне. Оценить творческие работы приглашают всех горожан. Рождественский вернисаж работает в холле воскресной школы до середины апреля. Посетить выставку можно по воскресеньям с 10 до 14 часов. А по предварительной договоренности – в любой день. Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Новости Губкинского.